Экстремалы Когалыма готовятся покорять горы и леса. Клуб спортивного туризма «Легенда» открыл учебный сезон. Новички проходят серьезную подготовку. О том, каким должен быть настоящий спортивный турист, смотрите в следующем сюжете. День моего рождения. Утро. Белый ключ. Мы в походе. В таких полевых условиях Венер Хисамуддина встречал свой день рождения не один раз. Этим летом у подножия Уральских гор. Он руководитель клуба спортивного туризма «Легенда» в Когалыме. Вместе с ним в путешествия отправляются местные школьники. В этом году они преодолели маршрут от хребта Таганай до озера Тургаяк. Дорога трудная, а порой даже опасная, поэтому в поход берут только самых подготовленных. Физические, психологические качества. И как он себя показал в течение учебного года в процессе занятий здесь. Может он пропускал занятия, что-то не знает. То есть тоже в поход попасть, не то, что там руку поднял и пошел в поход. Нет. То есть они должны иметь определенные навыки. Настоящий спортивный турист должен уметь пользоваться компасом, разбирать палатку, разжигать костер, готовить еду на всю команду. Но самое главное знать, как работает страховочная система. Она может спасти жизнь не только тебе, но и товарищу. Поэтому новичков в первую очередь знакомят именно с ней. Страховочная система состоит из обвязок и к ней крепятся карабины и жамара. Жамара здесь нет. Самое основное это подобрать страховочную систему под себя. Она должна быть нужного размера. Подгоняются специальными шлицами. Туристы говорят, в этом деле важны тренировки. Так школьники оттачивают технику навесной переправы в городских парках. Значит, проходим маршрут по веревке, отцепляем карабин, берем длинную веревку, цепляем, делаем вис. Я тебя страхую. Следующий пункт назначения югорских туристов – горы Алтая. Они там уже бывали и даже привезли с собой интересный артефакт. Сейчас клуб готовится уже к трехнедельному походу. В мае следующего года им предстоит покорить высоту почти в 3000 метров над уровнем моря. А это значит, что впереди еще много тренировок. Василий Сысуев, телерадиокомпания «Югра» при поддержке телекомпании «Инфосервис».